Мне кажется, очень важным процесс полной реабилитации расстрелянных польских граждан в 1940 году. И, соответственно, то, что сейчас делает мемориал, это составить полный список этих расстрелянных людей. И важно это сделать самим без помощи, я не знаю, каких-нибудь иностранных фондов, тех же польских или каких-то других, а именно на собранные здесь в России нашими согражданами деньги. Потому что, мне кажется, в принципе, помимо того, чтобы гордиться своей историей, как у нас сейчас государство понимает патриотизм, не менее важной составляющей частью этого патриотизма является такой момент нравственного самосознания, которое невозможно без искупления собственных ошибок, которые были на протяжении истории народа. А у нас история XX века, это, конечно, она состоит из масских трагических совершенно вещей, которые мы не избыли. Мы их не искупили никаким образом, к сожалению. В отличие от тех же немцев, которые прошли постепенно этот процесс денсификации и осознали те ошибки, которые они совершили в XX веке. К сожалению, в России этого нет. Я в качестве примера могу привести историю, которую я наблюдал, когда снимал свой фильм «Путешествие из Петербурга в Москву». И один из пунктов у Радищева, который он упоминал в книге, это место под названием «Медное». Оно известно, собственно, все по той же истории с польскими военнопленными. Там их было расстреляно, там рядом были НКВДшные дачи, их там было расстреляно около 7 тысяч. Точной цифры нет, но 6 с чем-то установленных имен. Там прекрасный мемориал, построенный на польские деньги. При этом администрация Медного жаловалась на то, что страна Министерства культуры и финансирования в последнее время очень маленькая. У них там то закрылось, это развалилось. Но самое страшное, это то, что туда в дни, когда приезжает польская делегация, посол, помянуть погибших, там собирается галтела какая-то толпа соотечественников из Организации национально-освободительное движение, которые орут, что ничего этого не было, вы либеральный проект, вы здесь собрались на деньги США, хватит обманывать. Причем, представьте, люди поминают, идет месса, поминают 7 тысяч людей, которые были ни за что расстреляны на этой земле, а эти орут, что убирайтесь отсюда, вы, значит, собрались здесь на деньги США, мы требуем переводчика, еще они кричали, потому что место шло на польском языке. И вот это, конечно, когда ты это смотришь, такое чувство стыда чудовищного испытываешь перед этими поляками, которые мало того, что потеряли здесь тысячи своих сограждан, они еще и вынуждены вот с этим сталкиваться, с этим варуством, дичью. И то, что вот, и это, к сожалению, сейчас такой печальный тренд в обществе, да, то есть забывать прошлое, забывать ошибки, не извлекать из них уроки, а наоборот, как бы идти навстречу опять этим граблям и с высокой степенью вероятности повторять их. Вот, это происходит именно потому, что эти люди ничего не знают и не хотят знать, не хотят помнить. И важно именно, мне кажется, вот идти навстречу тому, чтобы как можно больше об этом говорить, как можно чаще вспоминать свои ошибки трагические в истории. И, в конце концов, все-таки испытать очищающее чувство покаяния за все это, что было. Потому что, в общем, без этого нация впадает в смертный грех гордыни. И ничего хорошего и созидательного она построить не может.